Ребят, всем привет! Меня зовут Леонид Жарков, я являюсь шеф-поваром кулинарной студии Кулинарион. И сегодня мы будем готовить потрясающе вкусные хинкали. Для этого нам понадобится, конечно же, фарш. Фарш лучше сделать самим, мы его уже подготовили немножечко заранее. Ну и, естественно, набор остальных ингредиентов, в которых будет у нас входить лук, перец чили, можно взять свежий, можно взять сухой, это не так важно. Обязательно чеснок, конечно же, мы будем использовать муку, еще нам понадобится вода, либо бульон. Бульон может быть овощной, может быть на говядине, все зависит уже от ваших вкусовых предпочтений и наличия продуктов в холодильнике. Давайте потихонечку начинать. Начнем мы, конечно же, с замеса теста. Если мы говорим про классическую грузинскую кухню, то там для теста используется мука второго сорта. Да, не удивляйтесь. Тесто получается серого цвета, но безумно вкусное. Дело в том, что у нас не так просто найти эту муку, поэтому мы будем использовать обычную муку высшего сорта. Для этого муку засыпаем в планетарный миксер. Но, но, дорогие друзья, если вдруг у вас нет такой машины, не переживайте. Как говорит мой хороший друг Антон Каллер, шеф, он говорит, перед тем, как вкусно покушать, надо немножечко похудеть. Поэтому у вас будет чуть больше времени для кулинарного фитнеса. Ну, и начинаем потихонечку замешивать тесто, добавляя в муку воду. Воду добавляем постепенно. Ждем, чтобы оно хорошо вмешалось. Также добавим небольшое количество соли. Ребят, дело в том, что у муки может быть разная сила. Это обусловлено белком и еще многими остальными параметрами. Что значит сила муки? Чем мука сильнее, тем больше воды вам понадобится. Поэтому, если в рецепте у вас написано 400 грамм муки и 200 грамм воды, ребят, не вливайте всю воду сразу, добавляйте ее постепенно. Иначе вам придется потом добавлять муку, потом опять воду и так далее. Чтобы тесто хорошо схватилось, ему нужно хотя бы 2 минутки. То есть вы добавили воду, подождали минутки-две и начинаете, если это необходимо, добавлять еще воды. Небольшими порциями, это важно. Ну, а затем самый главный секрет. Тесто нужно убрать в холодильник для того, чтобы оно отдаст муку. В холодильнике тесто должно провести минимум 30-40 минут. Но есть маленький лайфхак. Достаточно 10-15 минут в морозилке. Это будет влиять на эластичность теста, на то, насколько хорошо оно у вас будет лепиться в дальнейшем. Ну, и на его, кстати, аромат тоже это отразится. Дело в том, что многие хлеба, которые мы отпекаем, лучше всего они дозревают, тесто, само тесто в холодильнике. И приобретает вот этот пшеничный, насыщенный аромат. Все, основной замес теста у нас произошел. Ну, а дальше мы начинаем его вымешивать, конечно же, руками. Тесто любит руки, 100%. Поэтому аккуратными движениями... Ребят, движение у нас следующее. Мы складываем тесто и отталкиваем его от себя. Вот таким образом мы начинаем промешивать. Не надо давить сверху, терять много сил на это. Нет-нет, все гораздо проще. Легкое движение, вектор движения от себя и вниз. Для чего, и точнее, почему тесто требует такого внимания к замесу? Сейчас я вам объясню. Когда мы хорошо вымешиваем тесто, мы меняем его текстуру. Мы убираем кислород, за счет чего связи глютена или клейковины, это одно и то же, становятся более плотными, а тесто более эластичное. Теперь, как же проверить, что тесто готово? Все очень просто. Я формую аккуратно этот шарик. Выкладываю на досочку и при нажатии, видите, оно начинает восстанавливаться. Это говорит, что тесто можно убирать в холодильник, отдыхать. Что я сейчас и сделаю. Ну, а вы же помните, да? У нас сегодня будет маленький лайфхак для ленивых. Или если у вас не так много времени, мы уберем его на 10 минут в морозилку. Поэтому мы делаем тесто, естественно, вот такую лепешку, чтобы оно быстрее остыло. Выбираем в пищевую пленку и отправляем в морозилку. Пока будет отдыхать тесто, мы уже приготовим фарш. Следующим шагом у нас начнется подготовка необходимых ингредиентов для приготовления самого фарша. И у нас также есть небольшое количество специй. И здесь тоже хочу с вами поделиться лайфхаком. Перед тем, как специи использовать, их нужно прогреть на сухой сковородке. Дело в том, что они будут гораздо ярче и ароматнее. На сухой сковородке достаточно их прогреть в течение 30-40 секунд. Как только вы почувствуете яркий аромат специй, все, можно снимать огня. Ну и тем временем, пока специи у нас разогреваются, мы нарежем лук. Лук репчатый. Сегодня не могу сказать, что будет совсем уж классический вариант хинкали. Только по одной причине. Мы не будем добавлять свежий лук. Мы его вначале немножечко обжарим. Лук нарезаем кубиком. Не крупно, аккуратненько. Лука не жалеем. Помним об этом, да, что лук любит мясо. Мы же хотим, чтобы хинкали получились действительно вкусные. Обжаривать мы лук будем тоже не совсем традиционным, привычным способом. Во-первых, мы это сделали на сливочном масле, а во-вторых, туда добавим небольшое количество аниса. Специи тоже готовы. Отправляем их сразу к фаршу. И на этой же сковородке начинаем обжаривать лук. Для этого сливочное масло распускаю на среднем огне. И как только оно растаяло, забрасываем лук. И звездочку аниса. Потом мы ее уберем. Кстати, к анису еще будет неплохо смотреться гвоздика. Буквально один бутончик. Ну и тем временем, пока у нас обжаривается лук, займемся чесноком. Ребят, когда мы используем чеснок, процедура подготовки его следующая. Всегда давим ножом. В любом случае. После этого мы можем нарезать, можем оставить именно в таком виде. Для чего это делается? Все достаточно просто. Дело в том, что чеснок свой аромат получает благодаря эфирным маслам, которые в огромном количестве содержатся внутри. Когда мы его давим, эфирные масла вместе с соком выделяются. И чеснок будет более ярким, более ароматным, более насыщенным. Но еще важный момент. Чеснок мы долго тоже не жарим. Из-за того, что эфирные масла имеют свойство выгорать и испаряться. Чеснок нарезали. И отправляем к будущему фаршу. Помешиваем лук, не забываем. Он должен у нас карамелизоваться. То есть начнет менять цвет. И мы его отправим в фарш. Ну и я очень люблю чили. Все, что связано с остротой. И сегодня именно из-за этого мы чили перчик будем добавлять не в сухом виде, а свежий. Чили перца точно так же его измельчаем. Самое главное не тереть глаза, да? После того, как мы его порезали. Большое количество перца чили. Дорогие друзья, лук готов. Луку даем буквально одну минутку остыть, чтобы он не ошпарил фарш. И затем перекладываем. Следующий шаг. Кинза. Свежая кинза, на которой мы так же не экономим. Нарезаем ее и отправляем к фаршу. Ребят, кстати, кинза это, наверное, одна из тех немногих видов зелени, которую мы нарезаем вместе со стеблем. По одной простой причине. Стебель кинзы очень нежный и не менее ароматный, чем листья. Так, ну что, дорогие друзья, кухня постепенно наполняется ароматами свежей зелени, как раз-таки кориандра, аниса. Ну и мы начинаем уже подготовку самого фарша. Конечно, фарш хорошо присаливаем. Фарш должен быть очень соленый. Прямо практически на грани. Ну и теперь самый главный секрет. Тесто, в отличие от теста для пельменей, должно быть достаточно жидким. Поэтому мы подливаем бульон либо в воду и хорошенько его вымешиваем. Бульон должен быть холодным. Это важно. Парш должен быть настолько жидким, но при этом вы должны успеть закрыть хинкали. Чуть позже мы покажем, как это делается. Ну что ж, ребят, фарш у нас готов. Кстати, мы сегодня готовим из говядины, но если мы берем классический хинкали, это смесь мяса с свининой и говядиной. Также, конечно же, вы можете готовить с другими видами мяса, к примеру, хинкали с бараниной, который я очень люблю. Фарш у нас получается достаточно жидкий. Причем, чем дольше мы его вымешиваем, тем больше влаги он в себя возьмет. Ну, а теперь время теста. Оно уже подошло и готово к дальнейшей работе. Тесто отдохнуло, остыло, чувствует себя потрясающе. Стало более эластичным, как мы и говорили. Ну, и теперь нам его нужно раскатать. Кстати, мне напомнили еще один лайфхак. Итак, если вы хотите, чтобы у вас 100% в хинкали было огромное количество бульона, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Для этого говяжий бульон, ну, к примеру, говяжий бульон, можно на самом деле использовать и куриный, в том числе и овощной. Мы замораживаем в формочках для льда. И затем примерно половину, либо четверть кубика можно положить уже в готовый хинкали, фарш, и после этого его закрыть. И, соответственно, при варке у вас будет огромное количество бульона. Но будьте осторожны, если вы переборщите с количеством бульона, потому что вода, когда она тает, ее становится, естественно, больше, может разорвать хинкали. Итак, все, теперь я раскатываю хинкали примерно, будущее хинкали тесто, примерно на 2 см, полтора в толщину. И потом при помощи стакана, всем хорошо известным способом, начинаю вырезать вот такие заготовки. Все, тесто накрываем, чтобы оно не заветривалось, и приступаем к раскатке. Будущее хинкали. Ребят, у нас должны хинкали получаться с хорошей такой чайной блюдцем. Чтобы контролировать толщину теста, что вам может в этом помочь? Не забывайте, когда тесто у нас сварится, его толщина увеличится примерно в полтора раза. И у нас с вами получается вот такой блинчик. А дальше в самый центр выкладываем фарш. И теперь начинаем закрывать. Для этого я подтягиваю тесто к самому центру, делаю складку, придерживаю большим указательным пальцем. И таким образом начинаю закрывать по кругу. И вот здесь как раз таки важно, чтобы фарш не успел растечься. Затем мы плотно поджимаем основание. Лишнюю часть можно срезать. У нас получается вот этот, тот самый классический хвостик у хинкали, за который его едят. Но сам хвостик в пищу не употребляет. Потому что подразумевается, что мы можем купить его условно где-то на рынке, я не знаю, проходя мимо. Руки у нас не совсем чистые. Ну, в принципе, такая же история, как с русским калачом. Ребят, ну еще мы повторим это 10 раз и вернемся к вам с финальным результатом. Ну что, дорогие друзья, хинкали готовы, вода закипела. Отправляем их вариться. Воду обязательно посолили. Ну и примерно 8 минут они у нас будут вариться. Когда они поднимутся, всплывут, нам нужно подождать еще буквально 2 минутки. И аккуратно их начинать вытаскивать. Ну что, дорогие друзья, хинкали готовы. И мы переходим к оформлению. Ну что, дорогие друзья, наши потрясающие хинкали готовы. Оформляем их на самом деле зеленью, чили, чем угодно. Но в классике хинкали никогда не подаются соусом. Ни с кемали, ни с цибели, ни со сметаной, ни с мацони. Хинкали принято кушать вот в таком натуральном мире. По одной простой причине, внутри каждого из них должно быть большое количество бульона. Он же и служит соусом. Но если вы привыкли по-другому, кто же вас может осудить? Главное, чтобы вам было вкусно. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин